МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По окончании прочтения я ответила – необходимость. Я заинтриговала вас? Тогда рассказываю. В школе-интернат номер 7 была основана картинная галерея стоимостью 15 тысяч рублей. На тот момент это, конечно, большие деньги. И вот он, тот самый вопрос о роскоши. В пользу ответа, что стоит, приведены весомые аргументы. Развитие в детях чувства прекрасного, влияние на детское восприятие мира. И, на мой взгляд, самое важное – просто хороший подарок детям-сиротам. Картины рассказывают детям о синем тающем снеге, о морщинках бабушки, о задумавшейся девушке с косой и багровом тревожном загате над байкальскими сопками. Настоящее искусство – это видеть красоту во всем, что нас окружает. Такого же мнения Андрей Киселев. А кто это? И снова интрига. 6 февраля 1963 года в газете напечатана небольшая статья о студенте политехникума и его лучшем друге – фотоаппарате. Андрей рассказывает, что дружат они уже больше 10 лет. Фотоаппарат внес невероятный клад в его жизнь. Не каждый понимает, как это здорово – иметь такого друга. Ведь фотоаппарат – это та же кисть, а человек, умело пользующийся этой кистью – художник. Представляю, как было ценно на тот момент обладать таким новшеством техники. Это сейчас уже никого не удивишь. Кстати говоря, об удивлении. Именно такие эмоции я испытала, узнав, что в 1988 году появилось общество кролиководов. Сегодня в кооперативе уже более 100 семей. На каждого члена кооператива заведена карточка учета. Получает больше тот, кто больше сдает. Наше общество обязалось сдать за 4 года 100 тонн продукции. Откровенно говоря, я ожидала, что в этом обществе кроликов разводят не для того, чтобы потом из них делать жаркое. Это, кстати, главный приз самым активным людям. Также людей мотивировали мотоциклом с коляской, поездкой на ВДНХ и денежными премиями. Кроликов жалко. Хотя чего я ожидала. На сегодня это все. Всем приятных сюрпризов и помните, чем меньше в голове ожиданий, тем больше в жизни сюрпризов. До встречи!